Мне всегда было интересно, что будет, если столкнуться технологии настоящего и технологии прошлого, если, конечно, дубину в руках можно назвать технологией. Зовут меня Перпетум Иллижей Александр, всем доброго времени суток, дорогие друзья. И сегодня мы вместе с вами снова посмотрим на интересные моды для Total Accurate Battle Simulator. Я этого не делал уже, наверное, целый год, не смотрел на моды, а моды повыходили. И если вам вдруг понравится этот ролик и вы захотите видеть больше модов, вы можете поддержать меня с помощью лайков. Ну а я не буду медлить, давайте же сразу начнем битву, черт возьми! Вау! Да, 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 другого ожидать от танка и не стоило. Но на самом деле, мне кажется, если бы танк выпустил снаряд, этот снаряд просто пробил бы бедного несчастного древнего человека насквозь и улетел куда-нибудь туда. А еще танк ведет себя очень-очень странно. Что с этим танком? Ээээ, как? Видимо, откуда-то отсюда вылетели дополнительные снаряды. Короче, это было жестко. Танк вел себя... Это, наверное, танк будущего, а не танк настоящего, ладно? Он мощный, он действительно мощный. Давайте посмотрим, что он будет делать против мамонтов. Если взять кучу мамонтов, смогут ли мамонты затоптать танк? Мне интересно. А еще, копейщики, друзья, еще тут будет присутствовать множество копейщиков. Таким вот образом. И получается довольно большой отряд прошлого. Блин, танк знал, в кого стрелять, в копейщиков. Ведь именно они обладают дальней атакой, они пытаются попасть, но танк прыгает под текстуры. И достать танк уже не получится. Он ведет по льбу по врагу, находясь под землей. Это, опять же, новая секретная технология, доступная лишь людям будущего. Жесть. Они... Вы начина... Они бросают... Вы что, больные? Ребятки, ну мамонты ведь ваши вроде бы. Это технологии гипноза. Да, танк победить просто так не получится. Жесть. Даже мамонты ничего не могут сделать. Они вроде хотят расковырять своими бивнями почву, чтобы зарыться ближе к танку. Но танк вообще вот откуда стреляет. Я не знаю, чего не стоят здесь. Если бы я мог посмотреть под текстуры, было бы интересно это сделать. Но нет, танк... Танк все. Танк как бы да. Спрятался. И продолжает прятаться все глубже и глубже. Короче, мамонтам победить не удастся. Хорошо, мы дадим еще несколько бонусов технологиям прошлого. Мы возьмем шаманов. Я думаю, люди будущего ничего не знают о шаманах и о их магии. Ну и давайте с тонера в парочку тоже. Не знаю. Может быть они смогут своими тяжелыми камнями помять обшивку танка. В общем, посмотрим, куда танк будет стрелять в первую очередь. Он пытался выстрелить в шаманов. Он знал, что шаманы мощные. Но, к сожалению, промахнулся. Магия шаманов заблокировала летящий снаряд. И он был взорван в земле. О, следующий выстрел по копейщикам. Ну, копейщики, наконец-таки, бросают свои копья. А копья проходят сквозь танк. Жесть. Может быть танк не у... Ой-ой-ой-ой-ой. Что он делает? Он разгоняется. И уходит с линии огня, начиная давить всех подряд. И тут же скрывается снова под землей. Танк победить не удастся. Он словно дельфин выпрыгивает. Что? Танк-дельфин, серьезно? Короче, что-то вот такое. Шаманы ничего не могут. Камни опять же бросаются в мамонтов. Копья тоже бросаются в мамонтов. Разве что остается вылавливать танк в тот момент, когда он выныривает из-под земли. Но нет. Он не так прост. Он не хочет выныривать. И все пытаются атаковать именно то место, в котором танк зарылся под землю. Они не хотят атаковать танк здесь. Короче, это бесполезная. Зрелище бесполезная битва. Ладно, мы возьмем какую-нибудь новую, другую технологию. И пускай это будет, я не знаю. Чувак с П-90. Сможет ли он что-то сделать? Блин, он начинает жестко вести огонь. Так вот он выглядит. Очень круто. Спецназовец. Расстреливает неплохо. Еще и дробью, походу. Жестко. Это очень-очень жестко. Не переставай стрелять, дружище. Их много, а ты один стреляй! Да. Бронежилет не помогает от копий, к сожалению. А если сделать их несколько, это может быть уже довольно эпично. Блин, игра начинает опять провисать по фпсу. Ну ладно. Замедление времени сделает свое дело. Хочу рассмотреть, что это вообще вылетает. Похоже на дробь. Или на огромную кучу пуль. Не знаю, либо это множество маленьких стрел. Ну короче, вот такой заградительный отряд у нас получается. Это круто. Они перезаряжаются. Я хочу поиграть за одного из них. Воу! Не подходите ко мне! Ха-ха! Было бы классно совместить это с зомбарями. Реально, блин. А что на спейс? Прыжок назад, да? Черт, мамонты дошли. Не знаю, получится ли их расстрелять. Я попробую. Давай-давай. Еще перезаряжайся быстрее. Мы выстоим. Технологии будущего должны побеждать. Я не знаю, попадаем ли я вообще в мамонта или нет. Урона ему не наносится практически нисколько. Только дым идет из мамонта. Ну, целью стоя явно в тушу. Хотя нет, дэмэдж наносится. Одного мамонта удалось убить. Так, я могу прыгать, да? Отлично. Да, мамонты застряли. Просто остался один мамонт. Стреляем ему в голову, в уши. Ха! Хорошо, ведь победа. Да, эти чуваки оказались сильны. Технологии прошлого, к сожалению, проиграли. Давайте немножечко усложним задачу. И теперь будут технологии не супер прошлого. Теперь будут технологии средневековья. Конечно, это будут сквайры. Хотя, стоп, сквайры. Что могут сделать сквайры? Понятно, ничего. Вот рыцари в своей броне, в своих доспехах. Смогут ли они противостоять? Пулям. Вот это интересно. И не обычным пулям, а прямо жестким-жестким пулям. Так, переходим сюда. Пускай это будут чуваки с несколькими узихами. Сколько один стоит? 900. То есть, получается, я могу их поставить 10. Тогда это будет, в общем-то, честно. Ну, более или менее, да? Поехали. Ха-ха. С двумя узихами они выглядят классно. Да, и щиты, к сожалению, не помогают. Хотя сейчас, если бы они двигались немножечко быстрее, конечно, шансы бы и появились на победу. Ладно. Сделаем так. Я буду один. Ха-ха-ха-ха. С двух рук стрелять. Так. Интересно, смогут ли они меня победить или нет? Они вот ускоряются. Блин, я пытаюсь стрелять в голову. Вроде целюсь как раз таки... Ай, надо... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Вроде... Нифига, стена щитов, друзья. Вроде бы стрелюсь в голову, но пули все равно летят в щиты. Черт, он может догнать меня. Ха-ха. Нет, ты меня не догонишь. Нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет-нет. Ни одного удара не позволю нанести по мне. Да, стреляй же. Черт, 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 черт. Вставай. Вставай. Ну, я ни одного даже не убил. Блин, жалко. Жалко. Давайте попробуем FN Scar. Стоит он дороже, и убойная мощь должна быть выше. По идее. Перезарядка долгая. Стреляем в голову. Отлично, одного убили. Второго убили. Да, этот чувак гораздо мощнее. Гораздо мощнее, и реально надо целиться в голову. Но хорошо. Есть еще AR-15. Будут по лицам стрелять. Ах, это М-ка, да? Блин. А-а-а-а-а. Они уже близко. Они уже близко. Не подходите ко мне, пожалуйста. Я застрял. Хотя бы одного. Ну, демоджа довольно много, кстати. Если попадать, реально много демоджа. Вот сейчас самый лучший был момент стрелять, потому что блоки у них были открыты, и, по-моему... Чувак, давай-давай. Вот куда я стреляю? Как мне целиться? Он мертв или жив, или мне надо выше прицел поднимать? Ну, не получается в него попадать, как вы видите. Ладно. Здорово, чуваки. Блин. Жестко. СС-АР-2. Как это вообще выглядит? Я забыл смотреть на внешний вид бойцов. Блин, чувак классно смотрится. Пушка у него реально большая, он жестко стреляет. Может быть, в его руках смысла будет больше от этого орудия. И мощь больше. Давай, чувак, расстреливай их. Давай-давай-давай. О, нормально, двоих постелил. Гораздо круче, чем я, бот, оказалось. Молодец, я хвалю тебя. Что у нас еще есть? Два Дезерт Игла. Ха-ха, два Дезерт Игла. Вот это интересно. Два Дезерт Игла. Чисто такой Макс Пейн, да, будет жесткий? Я попадаю или нет? Ты, по-моему, из одного Дезерт Игла стреляешь. Блин, 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 блин. У него один Дезерт Игл. Почему два Дезерт Игла было написано? Ладно, это смерть. По-любому это смерть. А, и он один, да. Почему? Я решил, что два. Ну, потому что там нарисовано два. Поэтому я думал два. Ладно. Несколько Дезерт Иглов против щитов. Опять же, у них мощь должна быть большая. Да, скорострельности не хватает, конечно, но за счет мощи они могут вытягивать. Давайте, бойцы, давайте, давайте, давайте. За оградительную стену. Стена огня. Устройте это. Стена огня против стены щитов. Что может быть эпичнее? Ничего. Хорош, победа. Оба-на. Сразу в голову приходит еще одно желание провести тестик. Так, с этого мы убираем. Возьмем АК-47. Забыл про АК-47. Но это потом. Так, возьмем несколько ФН-скаров. Ну, как несколько? Много. И танк. Кто победит? Смогут ли они расстрелять танк по итогу? Блин, ФПС, конечно, садится в ноль. Давайте, давайте. Танк не может двигаться. Но, похоже, у танка слишком много брони. Реально, пробить они его не могут. Хоть и стреляют. Наверняка были попадания. Танк постоянно дергается, но демеджа не хватает. Жаль. Жаль. Танк опять победил. Ладно, что уж тут поделать. Таков танк. АК-47. Против. М249. Видите, это пулемет, да? Я тоже возьму себе АК-47 и вселюсь в этого чувака. Устроим войнушку. Ха-ха. Давай. Так. Не высовываемся. Где он? Кто кого? Ну, я, наверное, попал хотя бы раз в него. Оу. Нихрена. Два попадания. Какие четкие. Черт. Я хочу еще раз. Это было довольно весело. Ха-ха. Такс. Как он в меня попал? Прямо две пули. Бум-бум и все, я труп. Видимо, он подошел на расстояние выстрела. Я перезаряжусь быстрее и убью его. Оу. Да. Получилось. Хе-хе. Такс. Ну, это повеселее уже. Это повеселее. А если сделать так? Этого мы убираем. И чисто армия копейщиков. А я один. В защите. В обороне. Сижу в крепости. Пытаюсь отстаивать свои права. Понеслась. Скольких я постелил, я не знаю. Блин, они подходят. Я не успею всех расстрелять. Придется прятаться уже за стенами. Нет. Давайте, давайте, собирайтесь в кучу. Вот так. Отлично. Уже другое дело. Блин. Блин, 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 сейчас скидать будут. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Чудом увел. А они попали, но демоджа не нанесли. Надо было прятаться. Просто первое копье прилетело в меня. И урона не было. Я думал, что все, на этом все закончено. Можно расслабиться. Но нет. Расслабиться было нельзя Хорошо, что еще есть Из оружия Пулемет М249 Вот это должно быть бодро И скорострельность будет Зашкаливающая, да еще и перезарядки нету Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо И звук соответствующий, здорово Не, урона действительно очень много Просто одного за одним можно стелить Если бы это была армада зомби Перезарядка 8 секунд Чао, чуваки Чао Я думал, перезарядки не будет Хорошо, тогда мы этих ребят тоже убираем И представим, что это зомби Сейчас мода на зомби не стоит А я возьму себе шотган А, это Ремингтон? Но, тем не менее, Ремингтон Должен работать по принципу дробовика, да? Да Ну что ж, кто победит, интересно Догонят они меня или нет? Хотя, блин Я думаю, что они победят Их слишком много Перезарядка пошла А-а-а-ха-ха Зачем я подходил? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Типа, защитный щит Ну, окей Да Если они пойдут на него Да, он погиб Да, это смысла нету Щит точно ничего сделать не может А вот огнемет А вот ог... Стоп, стоп, стоп А вот огнемет Он выглядит супер круто Посмотрите Реально выглядит охренительно Детализация классная Все, здорово Можно, короче Вселяться в него И отправляться на поле битвы А он работает вообще? Э А че огнемет не работает? Похоже, в моих руках работать он не будет Почему, интересно? Ну-ка, а тут? Да, он работает Ну, а почему я не могу им пользоваться? А, ну, в общем-то Да, заработало нормально Хе-хе-хе-хе У-ху-ху-ху У-ху-ху-ху Да-да-да Ну и, друзья На этом можно пока остановиться Посмотрели Несколько интересных юнитов Устроили Несколько Разных бойнь Забавненько Забавненько Есть еще на что посмотреть Пишите Стоит ли продолжать эту рубрику или нет Все зависит, друзья, от вас До новых встреч Удачи Пока